Так, ну на чем мы в прошлый раз тут остановились, на том, что если у нас какое-то есть алгебраическое многообразие, а у него рациональное отображение в себе, и пусть все это хозяйство определено над числовым полем и пусть там неподвижная точка есть. Тогда мы можем рассмотреть такую поодическую окрестность этой неподвижной точки. x был f, x в x он шел, и q была неподвижная точка с этим числовым полем. Тогда у нас есть окрестность u. От слова окрестность нарисуем, не путать с этим вот таким вот u, который регулярная функция обозначает. Ну, рациональное, не бирациональное, а просто какое-то рациональное отображение. Вот. И там для подходящего p, для хорошего идеала какого-то, мы можем рассмотреть такую поодическую окрестность с точке q, и ее некоторым образом отождествить с афином прост... ну, мы это делали как, мы ее отождествляли с декартовой степенью. Собственные диалопы. n – это развертность, да? Ну, понятно, что можно сделать замену координат, да? То есть здесь просто у нас... это что было такое? Это точки афинного пространства, да? над этим самым уп, то есть уп в нт степени, там, точки... все координаты, которых делятся на униформизующую, да? пи, вот. Ну, понятно, что можно сделать замену координат. Наше отображение f будет задаваться рядами из уп, вот, m переменных, да? Без постоянного члена, поскольку у нас, значит, точка q у нас тут перейдет в ноль при такой процедуре без свободного члена. Вот, то есть, что мы можем сделать? Мы можем сделать замену координат, разделить все здесь на эту самую униформизующую, здесь разделить на униформизующую, а здесь, конечно, положить большое f от x, ну, от вектора x, это единица на пи маленького f от пи и x, да? Что-нибудь такое, вот такая замена координат, и так, да? Что у нас получится? Ну, понятно, тут все хорошо, поскольку свободного члена нет, то есть, если мы подставили вот в такие ряды пи и x, естественно, там пи вынеслось, на него можно разделить, да? Все будет хорошо. Вот, то есть, про это можно думать просто как про афинное пространство над ОП, там про декартовую степень ОП, там про что хотите. Вот. И мы пришли к выводу, что в некоторой окрестности, может быть, маленькой, да? То есть, у точки P есть и другие окрестности, да? Поменьше. Точки, все координаты которых делятся на пи в квадрате, на пи в кубе и так далее, да? То есть, это часть афинного пространства, состоящая из точек, все координаты которых делятся на пи в степени s. Все координаты делятся на пи в степени s, да? То есть, это как бы такая маленькая паотическая окрестность. И в такой маленькой паотической окрестности наше отображение линиаризуется. В O, P, Q, S, F линиаризуется. Вот. И, что я говорила, но не... Да? Да? Что? Координаты точки Q равны нулю. Угу. 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 Ну… А. Угу. Угу. Наверное, там в некоторый момент важно, что эти мои лямбды не равны нулю. Скорее всего, она должна быть не вырождена все-таки. Дифференциал не вырожден. То есть вот у меня есть какие-то собственные значения. Там для хорошего выбора P, а не все P целые. И даже обратимые. Ну да. И я вот говорила, например, что если они мультипликативно независимые, то есть это собственное значение df, да? df. То есть f будет выглядеть, там, итерации в кате будут отправлять, понятно, x1 и так далее, xn. Просто в лямбда 1 в кате, x1 и так далее, лямбда n в кате, xn. Очень просто. Ну, то есть не x, конечно, а y. y – это такие линеаризующие координаты, да? Там в новых координатах. y – и, да? Вот у меня такая линеаризация, да? Ну, понятно, если координат 1, то просто умножение на лямбда. Ну, то есть, конечно, оно не всегда полупростое, но если я предположила, что они мультипликативно независимые, то оно диагонализируется, да? Вот. Ну, хорошо. И утверждается, что любая точка x, которая находится вне этих самых координатных гиперплоскостей, в координатах x, в этих новых координатах y – и, y – и имеет орбиту плотную по зарискам. Как это доказать? Доказать это очень просто. Имеет орбиту плотную по зарискам. Ну, почти очевидно, пусть у нас кто-то обращается в ноль на всех точках орбиты. Значит, пусть там доказательства. Пусть все в координатах x лежат в собственном подмогообразии, да? В собственном подмогообразии. Тогда наши функции, которые задают это собственное подмогообразие, естественно, являются, если мы их разложим в степенные ряды, это будут сходящиеся степенные ряды. Существует g, аналитическая функция, которая обращается в ноль на всех нулевых, на всех итерациях нашего. Ну, x, пусть у нее будут координаты, y координаты, пусть у нее t1 и так далее, tn, да? Давайте распишем, что это такое. g это что такое? g это сумма каких-то a, y в степени i, где i это мультииндекс, да? Если мы вместо y, то мы подставим вот эти вот лямбда, вместо y, и подставим лямбда i в степени k на t i, да? Вот мы итерации подставляем, да? Получаем сумма a, i, t в степени мультииндекс, лямбда в степени i в степени k равно нулю, причем для любого k. Ну вот надо объяснить, почему такого не может быть. Надо объяснить, почему такого не может быть. То есть, причем вот эта вот вещь стремится к нулю, да, поодически, потому что у меня ряд сходится, вот. А эти вот все разные, да, лямбда в степени, у меня все разные, потому что лямбда мультипликативно независима. Вот. Функция g это что-то, что происходит из многочлена, которое мне задает мое собственное подмногообразие. Я предположила, что моя орбита не плотная по зарискому, да? Ну, значит, все точки лежат на каком-то собственном подмногообразии. Оно определяется какими-то уравнениями. Я взяла какое-нибудь такое уравнение, разложила в степенной ряд. Вот. Получила там, ну что я получила, сходящийся степенной ряд, да? Понятно, что как бы мы не понимали аналитическую функцию многочленов, что еще надо будет аналитической функции. Вот. И. Вот. Там лямбда и т. Все различные. Из-за мультипликативной независимости. Это, собственно, и есть мультипликативная независимость. Вот. Ну и лямба, которая говорит вот в точности то, что нам нужно. Пусть у нас есть числа А и Б, да? Пусть у нас есть А и какие-то периодические числа, не нулевые. Такая последовательность, стремящаяся к нулю. Пусть у нас Б и И, какие-то целые, обратимые, попарно-различные. Попарно-различные. Тогда существует такое С, натуральное. Вот тогда, что сумма А и Б и И в степени С не равна нулю. Вот. И более того, ну вот, непосредственно для доказательства вот этого утверждения, это не используется, но это используется там в нашей статье для того, чтобы, собственно, доказать потенциальную платность. И более того, я это доказывать не буду, вторую часть этого утверждения, но она так, ну, немножко повозится, она выводится из первой, что множество С, таких, что сумма А и Т, или Т, степени С равна нулю, конечная. То есть это такая, что ли, по независимости поэтических экспонент. Вот. И, по-моему, ну, как ни смешно, по-моему, неверно на С. Я там видела какую-то статью, в которой вроде бы строился пример. Статью какого-то экзотического человека, комплексному анализу Еременко, кажется, его фамилия. Ну, да, ну, в смысле, в Америке живет и никогда не бывает, мне кажется. Что? Нет, там какая-то была записка на три страницы, но там строился пример, когда у тебя вот то же самое. В комплектной ситуации неверно, как это ни странно звучит, но... Вот. Ну, хорошо, и, как доказывается эта рема, более-менее так, что... Есть ли у нас вдруг вот такое верно для всех ЭЦ? Ну, понятно, у Еременко там была какая-то последовательность, с которой очень странно сходятся, да, там какие-то ряды, они не абсолютно... Ну, понятно, они как-то очень странно сходятся, очень... не... абсолютно неравномерные и так далее. Вот. В политических такого не бывает. Потому что... Ну, да. По-моему... А, ну или бесконечное множество, я уже не помню, честно говоря. Ну, в смысле... поэзические там ряд сходятся, когда и в общем... А? На сцене это, конечно, условное. Конечно, условное. Я и говорю, что там некоторый бардак с сходимостью, у которого вот нет в политическом случае, и как-то это оказывается хорошо. То есть доказательства. Если нет, то для любого многочлена имеем сумма аитых п от битых равна нулю, да? Ну, построим многочлен такой, что это заведомо не так. Вот. То есть давайте мы перегруппируем наши числа, да? Можно предполагать, что у нас последовательность начинается с самых больших аитых. а1 и так далее. Ак равно ак больше, чем ак плюс 1, больше либо равно и так далее, да? Вот мы самые большие аиты взяли, поставили на первое место. И тогда достаточно найти достаточно найти такой Ф, что Ф от Б1 больше, чем Ф от Б1. Итого для любого для любого и от 2 до 3, да? Тогда там первый член будет все как бы доминировать, и сумма нулем не окажется. Вот поскольку у нас есть ультраметрическое неравенство такое хорошее, что норма от суммы до максимума, от норм, то ну вот не будет это нулем. Ну, а такой многочлен найти уже нетрудно. Давайте возьмем С, достаточно большое. В частности, все. В частности, такое, что С это целое число какое-то, ну, натуральное. Такое, что ой, нехорошо, потому что у меня там С и тут С. Давайте его Р назовем. Р у меня нет еще? Р, натуральное число большое какое-то, такое, что все Б и Т различные по модулю П в степени Р, да? Вот. Ну и давайте посмотрим на многочлен, вот какой. Давайте посмотрим на многочлен. произведение произведение Значит, П от Х равно произведению Х минус Б с чертой по всем классам, где Б с чертой это какой-то представитель класса Б по модулю П в степени Р да? Не равный Б1 вот этот самый Б, не содержащий Б1, да? То есть я рассматриваю все классы вот такие, их там конечное число, да? рассматриваю все, кроме класса Б1 и у каждого выбираю представитель вот ясно, что П от Б1 будет делиться на меньшую степень униформизующий чем П от чего-то другого, потому что понятно, у меня классы же, которые как раз классы всего, кроме Б1 то есть если у меня здесь стоит не Б1 а кто-то еще там Б2, например то тут будет сомножитель, который делится на очень большую степень униформизующий да? То есть периодический порядок П от Б1 будет будет, что будет меньше чем периодический порядок от П от Б там и где и между двойкой и Х да? Вот ну и соответственно значение многочленов будет больше так ура да? что-что? предполагалось что все ну так последовательно к нулю стремится же они не могут быть все равны если они только не нулевые но тут предполагается что они еще не нулевые вот у меня же тут сходящийся ряд то есть вот эти вот друзья стремятся к нулю так вот зачем я собственно вот сформулировала про про конечное множество я это доказывать не буду там некоторая возня техническая ну не сложная но просто времени не очень много но из этого следует из этого можно вывести путем несложных вычислений например такую вещь то есть из второй части мемы можно вывести такую штуку что если у меня лямбдаиды теперь они не обязательно мультипликативно независимы но пусть они ой-ой-ой-ой я забыла это неправда вообще здесь нужно предполагать что отношение обоитых не корни из единицы при условии что при условии что отношение обоитых не корни из единицы вот без этого условия это по-моему неверно даже вот из второй части лемма можно вывести вот что что мы собственно использовали сильно в доказательстве что пусть у нас есть лямбдаиды вот эти собственные значения вот пусть там выполняются условия нерезонансности в широком смысле этого слова то есть если там какое-то подмногообразие неподвижных точек то мы эти единички не считаем за резонансы там в обобщенном смысле слова который вот был в конце предыдущей лекции что у меня было теперь целое подмногообразие неподвижных точек и там конечно автоматически какие-то собственные значения делали с единицами возникал резонанс но мораль была что это не беда вот и в обобщенном смысле слова и пусть они порождают подгруппу без кручения порождают подгруппу ОП со звездочкой без кручения ну соответственно вот среди среди вот таких штук нету таких отношений которых корень из единицы да вот так что условия лема выполнены для вот этих самых лямбда степени и да вот тогда тогда где бы это написать для какого-то подмногообразия пересекающего достаточно маленькую поэтическую окрестность поэтическую окрестность то объединение итераций замыкание по-заристскому объединение итераций будет неприводимо а точнее а точнее а точнее ну это тоже самое ну что собственно вот выводится из этой самой леммы для любого бесконечного с замыкание вот такой штуки замыкание итераций с номерами которые выслежат возят также обращаться в ноль на любой другой итерации да там все равно что взять объединение по всему n то есть мы взяли бесконечное число индексов взяли замыкание множества итераций и оказывается что вообще любая итерация там лежит ну тоже это того же типа аргумент что рассматривается там функция аналитическая которая зануляется на всех итерациях и вот какой-то такого же сорта трюк говорит что она зануляется там не только на бесконечном множестве итераций но вообще на любой ну я не хочу сейчас про это подробно рассказывать это просто написано в статье вот меня Богомолов Муравинский где-то в журнале композицию математика за 2011 год ну и в архиве естественно тоже лежит тут даже статья это валяется 147 за 2011 год вот достаточно элементарные вычисления хорошо и собственно как мы доказывали например что вот помните я в прошлый раз говорила про аберровую поверхность ну поверхность операциональная аберровая которая мы хотим итерировать и доказать что множество их итераций по зарискому плотно в том примере с кубикой ну нам сначала надо доказать что это множество итераций вообще бесконечно например что эти поверхности не являются препериодическими но вот в силу этого утверждения о неприводимости если поверхность препериодическая то она вообще должна быть инвариантной потому что ну если конечное число итераций да объединение их тогда равно его замыканию по зарискому должно быть неприводима то есть вообще там одна всего итерация ну а инвариантность то есть если она препериодическая то она инвариантная а инвариантность уже там геометрическими методами как-то разруливается вот то есть давайте я тут напишу несколько слов на эту тему и перейду к следующему сюжету в примере с кубикой да вопрос инвариантность подногообразие какое-то подногообразие любое подногообразие которое проходит где-то достаточно близко кубе иодически вот то есть в примере с кубикой в примере с х многообразием прямых на четырехмерной кубике да мы ищем поверхность да это поверхность поверхность прямых на ее гиперплоском сечении с тремя двойными точками такая такую что замыкание позористского множества итераций итераций да то есть ну вот какой первый шаг да надо доказать что что это множество итераций вообще бесконечно да что множество ф итераций 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 бесконечное и как это делается если оно конечное сегм сегас вот сега сега у нас полно они везде проходят и в паээтической окрестности неподвижных точек тоже то вот по этому утверждению то из этого следует, что f от сигмы вообще равно сигме, да? Что оно просто вот буквально единице равно это конечное множество, оно состоит из одного элемента. Ну, а такие штуки уже геометрическим путем достаточно просто... Что? Что? Ну, да, что это множество поверхностей вида. Окей? Ага. Ну, в смысле, я не сомневаюсь в том, что множество n бесконечно. Ну, как бы, множество поверхностей, которые являются итерациями с сигмами бесконечно. Хотя бы вот это надо доказать, да? И это доказывается очень легко вот со всем, что было сделано. Нужно просто исключить этот случай, который там делается очень легко геометрическими методами. То есть там непосредственно следует вот из этого фундаментального труда Клеменса и Гриффитса про кубики, например. Вот делается геометрическими методами, про которые я сейчас тоже не хочу говорить. Потому что хотела рассказать еще вот про, собственно, динамического Морделла Ленга и про некоторые там вариации на эту тему имени меняя. Очень просто. Вот. Давайте я с этим пока закончу. Давайте я расскажу про динамическую проблему Морделла Ленга. Это труд, вот как в прошлый раз сообщалось, таких Джейзона Набелла, Драгоша Геоки и Тома Такера. Где-то в окрестностях 2008 года. Вот. Это, собственно, прямое обобщение. Прямое обобщение с Коллема Малера Реха, про которого в прошлый раз говорилось. Это не мои бумажки, кажется. Так. Собственно, в чем оно состоит? Состоит оно в том, что... Вот то, что они называют динамической проблемой Морделла Ленга. Вот что они называют. Что если у нас есть многообразие там с эндоморфизмом, мне кажется, они хотят регулярный. Да, они хотят, наверное, регулярный, нерациональный. В нем подмногообразие, и еще точку они рассматривают. И они задаются вопросом, когда итерация, когда орбита точки попадает в подмногообразие. Они говорят, что это за множество индекса fk, таких, что fk в этой степени от x лежит в v. Ну и гипотеза состоит в том, что это конечное объединение ясно кого. Тут комплект на многообразие. Там гипотеза. Вот этот самый динамический Морделл Ленг говорит, что это конечное объединение арифметических прогрессий, возможно, тривиальных. То есть какое-то конечное множество плюс конечное объединение настоящих арифметических прогрессий. Ну и теорема. Гипотеза верная. Если фи и таллина. Ну, то есть не разветвлено. Дифференциал не вырождается, да? Вот. И как же это доказывать? Как же это доказывать? Ну, они тоже строят такую иновариантную паотическую окрестность. Вот они берут эту точку и строят, ну, не совсем у нее, но почти у нее, инвариантную паотическую окрестность. Ну, давайте там пара замечаний. Во-первых, если мы изучаем орбиту, что мы можем сделать? Во-первых, мы можем заменить х на какую-то итерацию х, да? Ну, понятно, конечное число точек из орбиты выкинули, ничего это не изменило, да? Мы все равно, по моду конечных множеств работаем. А во-вторых, мы можем заменить отображение f тоже на итерацию. То есть мы вот так подразбили орбиту на куски. Если для каждого из кусков это верно, то и для всей орбиты это верно, да? Значит, предварительное замечание. Во-первых, можно заменить х на... какую-то итерацию, да? Какую-то точку из орбиты. А во-вторых, можно заменить... f на степень. На f в степени n, да? Вот. То есть можно проделать такие редукции. и чего они рассматривают поэзическую окрестность. Ну, тут на c. Давайте я, чтобы про схемы не говорить, потом скажу, что в общем случае. Давайте я поступлю не как Леха, а как с Колем и Малерой. Я буду считать, что у меня все над числовым полем определено. Пусть все... над числовым полем k. Когда я применю лему-нетер, да? Когда я применю лему-нетер, я что хочу сказать? Наверное, все-таки придется говорить про схемы. Ну, я хочу сказать, что моя точка x дочка x будет припериодической, вот там, припериодическая, ну, то есть с конечной орбитой. то есть с конечной орбитой. По модулю p. Подходящего p. Ну, более-менее любого. То есть что я могу, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что... Ну, давайте те, кто не знает про схемы, просто там, поверьте мне на слово, я хочу сказать, что у моего x и я f, да, есть модель над... над кольцом целых моего числового поля. для почти всех простых. Для почти всех простых p. Все это хозяйство ведет себя хорошо. то есть x... Ну, там f регулярно по модулю p. Что еще? Ну, там, не знаю, давайте, может быть... Может быть, да, если я уж говорю про дифференциалы, которые не обращают к нулю, давайте считать, что x гладкая. Там x остается гладким. А, f не разветвленным. Вот. В общем, все хорошие свойства имеют место. Теперь, что такое x по модулю p? x по модулю p вообще имеет конечное число точек. x по модулю p вообще конечное множество. Так что моя точка x, ну, имеет конечную орбиту по модулю p. Имеет конечную орбиту. Ну, то есть, давайте я заменю x на подходящую итерацию, а f на подходящую степень. Тогда я смогу считать, что x вообще неподвижно по модулю p. В силу моих этих редукций, да, можно считать, что x неподвижно, что x по модулю p неподвижно. Так. Хорошо. Тогда, конечно, если я построю такую поэзическую окрестность, как я уже строила, она опять будет инвариантной. Потому что что там произойдет? x у меня больше не является неподвижной точкой. Вот у меня была неподвижная точка q, да, теперь у меня есть точка x, которая неподвижна по модулю p только. Вообще не неподвижна. Ну, это не страшно. Это просто значит, что те степенные ряды, которые у меня теперь задают отображение, ну, они, конечно, свободный член имеют, но он делится на p все равно, ну, лежит в p. То есть делится на униформизующую. Тогда окрестность. О. Такая круглая O, p и x. Снова инвариантная. Инвариантная. Относительно f. В самом деле r создается степенными рядами со свободным членом, который лежит в p. Со свободным членом в p. То есть, если я чего-то туда из p подставлю, я чего-то из p же и получу. Так что... Да. x и тих в p, f от x и тих, f от... Ну, тоже окажется в p. Да. Что? Что, f и тих? Нет, нет, нет. Сейчас мы совершенно не используем, что f и тих. После применения некоторого дальнейшего трасса получит композиция. Снова будет... Ну, дифференциал, по-прежнему, не говорится. Вот про дифференциал мы еще не говорили. Когда заговорим про дифференциал, тогда будет использоваться, что f и тих. А сейчас мы пока говорим просто, что окрестность. Окрестность у нас... Ну, то есть, что f и тихо мы используем где? Да, по-моему, пока нигде не используем. Вот сейчас будем использовать. Оно уже почти пришло. Так. Хорошо. Ну и вот... Что, что... Вот здесь мы отождествили нашу OPx с декартовой степенью p, да? Ну и замена переменных. Замена переменных. Мы этот самый свободный член делим на p, вообще все делим на p. Ну, не на p, а на пину униформизующую. То есть, у нас получается f от t1 и так далее. p, n единица на p, h и t. В смысле, f и t. Вот, p, t1 и так далее. p, t, n, да? Вот, это мы сделали замену переменных. То есть, у нас теперь есть отображение из афинного пространства в афинное пространство, которое задается степенными рядами с целыми коэффициентами. Вот свободный член теперь больше не делится на p, мы не разделили на него, да? Но он целым остался. Задается. На афинном пространстве. Постепенными рядами с целыми коэффициентами. Ну и сходится на всем афинном пространстве, соответственно. Так. Так, так. Ага. Вот. Теперь мы сейчас будем использовать действительно, что оно не разветвлено. А, да. Ну и к тому же, что у нас тут получилось, когда мы проделали вот эту замену координат, да? Видно, что у нас оно довольно быстро на самом деле сходится. То есть коэффициент при x1 в степени... В смысле, не x1, они у меня t там, да? t1 в степени i1 и так далее. tn в степени i1. И n делится на t в степени суммы лежитых минус 1, да? t1 в степени i1. То есть довольно быстро оно сходится. Вот. Довольно быстро сходится. Теперь используем неразветвленность. То есть вот смотрите, по модулю p на это самое f по модулю p оно уже имеет лишь постоянную и линейную часть. Это какая-то постоянная часть плюс какая-то линейная часть, да? i1 в степени и линейная часть, а это линейная часть. Как у нас проявляется неразветвленность? Неразветвленность плюс подходящее p означает, что l не вырожден по модулю p. Потому что это же дифференциал его, да? там, она говорит, что линейная часть не вырождена. Ну откуда? У меня была... Я же замену координат сделала. Я разделила на униформизующий. У меня была какая-то постоянная часть, которая делилась на униформизующий. А сейчас я на него разделила. Ну, чтобы иметь дело вот не с не с декартовой степенью простого идеала, а просто с обычным пространством, да? Вот. Используем неразветвленность. Значит, линейная часть не вырождена. Значит, такая штука будет просто автоморфизмом. То есть f по модулю p это автоморфизм. Кого? Автоморфизм, ну, какого-то конечного множества, да? Поле вычетов. У меня кто тут? О, p. Ну, собственно, по p, да? В степени n, да? Вот это вот конечное поле, да? Вот. Значит, какая-то его степень равна единице. По модулю p, естественно. Значит, значит, в степени k есть есть тождественное по модулю p. Вот. Хорошо. Теперь теорема. Ну, наблюдение сделали, собственно, вот Белл, Геок и Такер, но скорее Белл, чем все остальные. И потом это дело существенно упростил Бьерн Пунин. Теорема такая, что пусть k поле полное относительно дискретного ну да, относительно нормирования нормы такой, что ну, паотической нормы, да? простого числа это единица на p, да? А r кольцо нормирования, да? Ну, то есть то, у чего норма меньше либо равна единице. ну, то есть типа kp и op, да? Вот, а это op, да? Вот. И пусть у меня есть f заданное сходящимися степенными рядами. вот они обозначаются r от x в степени n, да? Вот. То есть это отображение, которое задано сходящимися степенными рядами. То есть n сходящихся степенных рядов. сходящихся на понятно, на всем r, да? На r в степени n, да? Вот. И пусть она такая, что она сравнима с тождественным по модулю p в какой-то положительной степени. ну, то есть конкретно здесь хотят, чтобы значит, пусть f равнима с тождественным по модулю p в степени единица на p-1. Ну, в степени c, где c больше, чем единица на p-1. вот. Тогда существует же тоже заданное сходящимися степенными рядами от x и еще от n. Ну, то есть тут тоже надо, видимо, сказать, что это такое n-ка. Вот у меня x – это вектор какой-то, да? Это n переменных, да? Вот. А здесь еще такая переменная n добавляется. Ой. Плохо, что одно и то же n. Ух-ух. К. Вот. Такое, что же x-ка. равно ката итерации от x. Вот. Ну, то есть, что у меня тут было? На самом деле, даже вот такая общность нам не очень нужна. Нам нужно... Нам нужно что? Вот у меня... Об этом нужно думать так. Ну, давайте забудем про всякие расширения, а давайте просто про zp говорить, что вот у меня было f, да, аналитическое отображение и zp в степени n в zp в степени n. Да? И пусть оно вот удовлетворяет такому условию, что оно тождественно по модулю там p, например, да? d. Давайте просто говорить про числа, а то, конечно, это нагромождение обозначений немножечко... немножечко непонятное. Вот. То есть, да? Ну, это... менее общий вариант, но зато, наверное, более понятное и времени осталось малое. Вот. Тогда существует g, отображение из zp в это самое zp в степени n, да? Такое, что g от n равно f... Ой, опять от n, извините. g от k для k целого, да? g от k равно f в катой степени от x, да? То есть, мы тут задали, допустим, точку x, да? Да? И более того, это g от x тоже зависит аналитически, да? вот здесь написано, что это аналитическая функция от двух переменных. Ну, проще думать об этом так, что вот мы берем и параметризуем орбиту, что у нас множество итераций точки x это множество значений какой-то периодической, аналитической функции, да? ну, понятно, здесь вообще-то надо вместо z нарисовать там какое-то o, да, и так далее. Ну, по-простому вот так. Вот. То есть, множество ну, орбита точки x, да? это множество значений периодической, аналитической функции g, да? Из zp в наше многообразие, да? В x, да? Ну, ты. А? Нет, да, но множество значений в целых в целых в целых числах, да? Орбита x это множество значений в целых числах какой-то периодической, аналитической функции, да? А вот как такие вещи доказываются? Такие вещи доказываются пишется ряд малера такой. Не знаю, даже доказывать или нет. давайте пока не буду. но это заметка пунина, но она очень простая. Там содержание где-то по-моему, там и в ней три страницы, но одна из них библиография, другая введение. То есть, ну, там действительно на полстраницы как бы аргумент. давайте я просто сначала скажу, к чему это все, вот почему мы этого хотим, чтобы орбита точки была множеством значений и какой-то периодической, аналитической функции в целых числах. Вот почему. Вот мы с вами интересуемся, когда эта орбита попадает в собственное подмногообразие. Собственное многообразие подмногообразие задается уравнениями. Теперь у нас V, V, X, да? Задается уравнение. H, I, T. Что орбита попала в V, это значит, что H, I, T на ней занулились, да? H, I, T на ней обратились в нуль. А значит, то есть H, I, T от G от K обратились в нуль, да? Для любого K из, ну там, из Z, конечно, нехорошо, потому что в натуральных, да? Потому что F минус первая, но F не автоморфизм, то есть натуральных числах, да? Вот. Для любого K натурального числа, да? Ну, то есть, как и раньше, у нас какая-то периодическая аналитическая функция, именно композиция H, I и G имеют бесконечное множество нулей, а значит, она дождевственный нуль. Вот. то есть, периодическая аналитическая функция H и G имеют бесконечно много нулей, и значит, она дождевственный нуль. Ой, ой, что же я говорю? Я говорю вот что. Если орбита попала V бесконечно много раз, извините, я уже сама запуталась совершенно, мы хотим доказать, что то множество индексов, для которого орбита попала V, это какое-то объединение арифметических прогрессий, бесконечно много раз. Так. Значит, H и на ней обратилась в ноль тоже бесконечно много раз. т.е. не для любого, конечно, да? Это я как раз хочу доказать, что для любого. H и G от K равно нулю для бесконечно многих K. Да? H и на ней то есть физическая аналитическая функция H и G имела бесконечно много нулей здесь, значит, она тождественной нулей. Значит, вся орбита попала в V. Вся орбита попала в V. Вот тут какая мораль, что если орбита бесконечно много раз попала в V, значит, она вся попала в V. Вот, ну это, конечно, не буквально так, потому что, вы помните, у нас были редукции в начале. Мы говорили, что мы можем заменить точку на итерацию отображения на степень. То есть, понятно, что на самом деле это, конечно, не вся орбита, это кусочек орбиты, это орбита какой-то степени нашего отображения, да? Вся орбита там, мы заменяли отображение на степень, да? на некоторой степени степени нашего отображения. То есть, поэтому у нас будут арифметические прогрессии. Да. У нас не будет просто, что вот она взяла и вот либо это множество индексов конечное, либо оно вся прямая. Такого не будет, конечно, это неправда, потому что мы меняли отображение на степень и так далее. То есть, отсюда берутся вот прогрессии, мы заменяли точку на итерацию, да? Орбиту ее разрезали на куски. То есть, мы рассматривали, что мы там, F заменили на F в большой степени n, да? И рассматривали Fn орбиты x, f от x и так далее, F в степени n-1 от x. Вот так мы сделали, да? Вот. Хорошо. Ну, в общем, вот примерно так они это доказывают. Вот, то есть, это в чистом виде метод Сколема-Малера-Леха, только такой геометризованный. Если Сколем-Малер-Леха говорили про рекуррентные последовательности, там на геометрический язык это переводится как то, что мы берем линейное отображение и смотрим, как часто орбита точки попадает в гиперплоскость. Ну, здесь просто то же самое, только у нас произвольное многообразие и произвольное неразветвленное отображение. Вот. Неразветвленное это важно, потому что действительно, вот если оно разветвленное, даже не факт, что можно найти хоть одну точку и одно простое число, такое, что по моду этого простого точка никогда не попадет ответвления. Вот я не уверена, что это можно сделать. Хотя, ну, в любом случае там понятно, что надо очень многое выкидывать, потому что неразветвленность нам важна вот для этого условия, которое действительно существенно здесь используется. Ну, вот я не рассказала, как доказывать, но там, если посмотрите на доказательства, будет понятно очень быстро. А я хочу рассказать еще про... Да. 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 Я думаю, мы смирились с тем, что мы неожиданно, и, как бы, по-моему, более инспекциала, кажется, как это было, что такое. Ну, так бы, по крайней мере, одномерные случаи все равно существуют нормальные формы, они просто неизвестны в этом многомерном или ... Ну, они же как-то... Вот, например, любой прят, начинающийся с Атой, можно сопрячь что-то станет просто за этот прятой. Нет, ну, там в многомерном случае там бардак начинается, мне кажется, там этих нормальных форм. То есть, я пробовала таким способом чего-то добиваться, но ничего не добилась. Ну, это давно было, я уж так мало чего помню, но, по-моему, они не очень помогают, честно говоря. Вот. Что я хотела сказать под конец? Под конец я хотела вернуться вот к этой задаче про итерации орбит и сказать, что она вот очень похожими методами в ней делается первый шаг, самый-самый простенький первый шаг. Что было раньше, что было потом? Вот здесь, наверное. Вот. Итерация в смысле господи, не итерация орбита, а замыкание по-заристскому орбит, извините. вот. Значит, в заключение. Вот я в первый раз говорила про теорему, которую мы доказали с компоной, которая говорила, что вот если у нас есть f из x в x, рациональное отображение, вот. И тогда, оказывается, существует g, доминантное рациональное отображение из x в какое-то t, в такой уж то слой через очень общую точку есть замыкание орбиты. Вот. Есть замыкание ее f орбиты. Вот. Но очень общее там это просто было вне какого-то счетного объединения собственных подмогообразий. То есть, если поле само счетное, то это ничего не дает никакой информации. Ну, конечно, хотелось бы сказать, что хотелось бы сформулировать гипотезу что-нибудь типа, что всегда существует точка над кучь чертой, пусть у нас все это над числовым полем определено. Там гипотеза значит, что существует точка над кучь чертой такая, что замыкание по зарискому ее орбиты имеет правильную размерность, да, хотя бы. Размерность х минус размерность моменты, да, что есть точка над кучь чертой, ну, или там много, почти все точки над кучь чертой в каком-то смысле, да, таковы, что замыкание по зарискому их орбиты так же велико, как оно должно быть. Вот. И что делается элементарными методами? Делается вот самый первый шаг. Самый первый шаг. это теорема. Если f бесконечного порядка, ну, то есть размерность t меньше, размерность x, да, то существует точка алгебраическая с бесконечной орбитой. Ну, то есть замыкание, да, по зарискому имеет размерность больше нуля, да. Вот такой самый первый шаг. Он делается элементарными методами. Заметьте, что вообще говорят вот, ну, не такая это глупость, как кажется, потому что вообще говоря, даже не очевидно априори, что понятие орбиты тут определено. Не очевидно, что у нас вообще бывает куча рта и точка такая, что никакая итерация ее не попадет в множество неопределенностей. Вот. То есть замечание не очевидно, даже то, что существует алгебраическая точка, у которой орбита определенная. То есть что никакая итерация не попадет в неопределенность. Ну, тоже непонятно. Ну, как, если мы вот возьмем это множество неопределенностей и рассмотрим его там прообраз, второй прообраз и так далее, это что будет? Это будет тоже счетное объединение каких-то собственных многообразий, кто его знает, не истощили ли мы тем самым все кучеры той точки. То есть тут та же проблема, о которой я вам вот говорила, когда говорила, что эта теорема бесполезна. Оказывается, это решается проблемой применением крайне мощного результата из теории моделей. Вот. То есть никакая итерация не лежит в множественной определенности. Вот. Это, оказывается, решается применением очень мощной теоремы из теории моделей, которую доказал Грушевский. Вот. И теорема это утверждает, что у нас такая точка найдется по модулю какого-то простого идеала. Вот. то есть что утверждает теорема? Теорема утверждает вот что. Грушевский утверждает, что если у нас у это афинное многообразие над конечным полем утверждает с у в квадрате какое-то соответствие неприводимое подмногообразие квадрата у над каким-то конечным расширением. да? Вот. Да? Вопрос? Давайте рассмотрим эндоморфизм Фрабениуса. Ну, что он делает? Просто поднимает все координаты в степень П. Да? Тогда ну, я сейчас напишу немножечко длиннее, чем хотелось бы потому что ну, в смысле чем такая каноническая форма. Но я хочу подчеркнуть, что мы именно что-то выбрасываем и чем точку вне него. Тогда это можно было бы не писать там просто заменив у на у минус в. Но я хочу именно сказать, что для любого в. в У существует такое М большое и Х вне Дубль В. Вот. Такое, что пара из Х и Фрабениуса в М-той степени от Х попадет в Х. В частности, если С это график рационального ой, я не сформулировала гипотезы на С неприводимое такое, что проекции на У доминантные с доминантными проекциями на У одна из которых квазиконечная. Ну, то есть у любой точки конечное число прообразие. Это просто не собственное отображение, из которых квазиконечное. Вот. Значит, существует этот самый Х такой, что пара из Х и Фу в М-той степени от Х попадет в С. то есть что он собственно делает? Что он собственно делает? Он вычисляет асимптотику для пересечения С с графиком Фрабениуса. Вычисляет асимптотику для пересечения С с графиком И говорит, что это примерно Q в степени M на размерность. N я там нигде не использовала. Не, нигде, слава богу. Да, M на размерность плюс там O большое, M на размерность минус половина. Что-то такое. А это, по-моему, отношение степеней в проекте двух. Почему это страшно трудная теорема? На самом деле результатов такого типа полно. Они называются там оценки Ленга-Вейли, их полно в лагебраической геометрии. Но здесь очень слабые гипотезы на S. Очень слабые. То есть обычно там предполагается, что проекции S на U, там одна из них собственная, другая квазиконечная, что-нибудь такое. Но там если мы одну из них пытаемся сделать квазиконечной, тогда вторая теряет собственность просто очень быстро. На самом деле то, что у него почти никаких гипотез на S нет, это великая вещь. Это огромный трактат по логике, который никто не понимает, но вроде бы считается, что правильно. Еще кто-нибудь должен это написать на языке алгебрической геометрии, потому что так как сейчас это действительно какая-то теория моделей страшная. Ну такое случалось, то есть вот он, например, гипотезу Манина Мамфреда, про которую я вам немножко говорила, он тоже там доказал конечные характеристики. Это был трактат на 150 страниц по логике, но потом пришли алгебраические геометры и написали заметку на 6 или 7 страниц, где все делалось в рамках алгебраической геометрии. Но они бы ее не написали, если бы он не написал сначала свой трактат, потому что основная идея ты из него взялась. Ну хорошо. В общем, это страшная теорема. И в частности, если S-график рационального отображения, мы имеем, что мы имеем приложение к нашей ситуации. Да, приложение к нашей ситуации. А именно, имеем, что у нас будет такая точка по модулю P, вот над конечным полем, есть точки, у которых никакая итерация не попадает в неопределенность. Над конечным полем есть периодические точки. Вот, никакая итерация которых уже по определению не попадает в неопределенность. Почему? Потому что мы возьмем, и в качестве этого W, положим W, это объединение всех итераций Фрабениуса, вот этого самого множества неопределенностей. Множество неопределенностей определено само над каким-то конечным расширением. То есть, это на самом деле конечное множество его итераций, да? То есть, это алгебраическое множество, это конечное объединение. Это конечное объединение. Так как у нас существует такая степень L, что FQ в степени L от неопределенности, просто неопределенность. То есть, это алгебраическое множество, мы можем его выкинуть и применить к нему теорему Хрущевского. И мы получим, что у нас есть точки, которые никогда туда не попадут. То есть, применяя Хрущевского, в смысле Грушевского, мы получим Х такую, что никакая итерация не попала в эту самую неопределенность. И более того, мы имеем, что F от Х – это какой-то степень фрабениуса, применённый к Х, да? Соответственно, это будет тоже периодическая точка, да? F в квадрате. F и фрабениус, они коммутируют, потому что фрабениус – это же эндоморфизм поля, да? То есть, если у нас есть какое-то полиномиальное отображение, естественно, фрабениус с ним коммутирует. F в квадрате – это что такое? F2m от Х, ну и так далее. То есть, Х – это будет периодическая точка. Вот. Фрабениус-то в некоторый момент станет тождественным, и, соответственно… Вот, так что по модулю П у нас есть периодические точки. Ну, опять же, заменяя отображение на итерацию, можно считать, что они неподвижные, вот. И если мы у этой неподвижной точки уже рассмотрим периодическую окрестность и все наши манипуляции там проделаем, мы придем вот к этой самой теореме. Подробности у меня уже нет, нет времени рассказывать. То есть, отсюда мы получим… Отсюда мы получим… Х – это периодическая точка по модулю П, но отсюда мы получим инвариантную относительную степень f по модулю П, окрестность… Ну, и проведя в ней все наши манипуляции, рано или поздно выведем эту теорему. Тоже вот тем же трюком, что у нас орбита есть множество значений какой-то аналитической функции. Теперь, если точка была препериодическая, если у точки была конечная орбита, ну, что это такое за аналитическая функция, у которой конечное множество значений? Это константы. Вот. То есть, наши препериодические точки на самом… Препериодические точки на самом деле являются… Ну, не то чтобы совсем неподвижными, потому что мы отображение заменяли на степень, но они являются периодическими точками с ограниченным периодом. А это уже лежит на собственном подмногообразии, не может быть зарезки плотным, ну и так далее. Ну вот. Спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ